Продолжение следует... Новое вооружение раскрывает перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ сможет поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска от АКМС уже не потребуется. Причем особенность этой ракеты, она не требует, скажем так, отдельного специального комплекса для, как носителя этой ракеты. На самом деле для них могут использоваться те же ракетные системы запового огня, которые уже переданы нам, это МЛРС М140 и М270. Скорость полета полтора километра в секунду. При этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно. Причем понять по радарам, какая именно ракета летит, тоже практически невозможно. Есть версии, которые стреляют на дальность до 300 километров. Есть версии, которые имеют кассетную боевую часть. Есть версии, которые имеют осколочную и фугасную боевую часть. Поэтому трудно сказать, какая она попадет. К примеру, кассетная версия имеет внутри 950 боеприпасов, которые способны накрыть территорию площадью, равную 6 футбольным полям. Это если нужно накрыть скопление техники или личного состава. Если же цель точечная, пригодится версия, летящая на 300 километров. MGM-168A имеет одну боеголовку весом 227 килограммов и гарантирует стопроцентное уничтожение цели. Достаточно большое расстояние. Соответственно, мы можем наносить огневое поражение базам хранения вооружения военной техники, которая есть на оккупированной территории Крыма и Донецкой Луганской области. Это кроме баз материально-технического обеспечения, это в любом случае пункты расположения личного состава. Это пункты управления, которые находятся достаточно глубоко в Тулу. Это в том числе может быть нанесение ударов по тем или иным инфраструктурным объектам, в том числе и мостов, переправ. При этом допустимое отклонение от цели на максимальном расстоянии от 10 до 50 метров. Вооружение с такой точностью и дальностью поражения Россия не то что не имеет, а там даже еще не изобретены разработки с подобными показателями. Это означает, что с момента получения ракет от АКМС больше ни один метр украинской земли не будет безопасным для оккупантов. Даже в самом далеком Тулу и в самом глубоком бункере может неожиданно произойти акт доброй воли и очередная партия гробов отправится на родину. Крымский мост, бухты в Севастополе, пограничные СРФ районы Донецкой и Луганской областей больше нигде рашистам в Украине не будет покоя. Фраза «гнать поганой метлой» устарела. Гнать будем ракетами. Причем далеко и навсегда.